Мы мчимся вперед на острие свечи, Сочиняем радужное будущее, Тщательно рассчитываем искристое свое счастье, Строим свои ослепительно белые города, Но песчинка за песчинкой все, что было родным, Любимым и прекрасным, Неумолимо старится, рушится, исчезает, Непрочная и краткая, как паутинка, Как лист, как радужный пузырь, Как человеческая жизнь. И мы в растерянности пытаемся осчезать Образовавшуюся пустоту, Сились постичь и понять, Как и десятки тысяч поколений до нас. Зачем живет все-таки человек? Благодарю. КОНЕЦ Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Женщие Божие, мочи Тебе, еще и великий, Власть Тебе, Отец Наши! Женщие Божие, Власть Тебе,又 и великий, Власть Тебе, Южно! Волоси Тебе, великий, Через Валене и покояйць! О, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Сила в Тебе, и Харьков, и небесные, Собирай в греху Твоего гречка, бессмертного Царя, И Бога нашего просим. Господу помолимся. Я как и сего с Кристоем, я зову, Такую шоку арабатуя, но от Бестанного, Алексея, крестья Бога, наш. И тебе слава воссылаем, чтобы сначальник Твоим Отходить с тихими благами, И злоботворяясь им моим духом, И гречные веки веком. Примудрость спала Тебе, Христе Боже, И планю нашей слава Тебе. Престяни святому Духу имени, Престяни во веки веками. Господи помил, Господи помил, Господи помил, Господи помил, Много слави. Встречаем нас, помилую, Субтитры подогнал «Симон» 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 Одевался я, еще папину брал кубаночку такую, вот, так и не одевал кубаночку, а брал за пазуху. Когда приходил кинотеат, хвастался, одевал кубанку. Ну, денег не было, билеты купить не мог, поэтому пролазил между людьми каким-то образом или меня подружками. Однажды какой-то фильм смотрел и ушнул. Проснулся, в зале темно, и я один. А уже часа три ночи. Я, шо делать? Я нашел дверь, открыл ключок, прихожу домой четыре часа. Ну, не беспокоились за меня. Где было, что было. Такое было посещение. Очень помогло кино в изучении языка, в чтении текста. Потому что оно было не звуковое, а титры дубы. Ну, так и учился читать. Один из новых фильмов, это был такой фильм «Три эпохи», где играл Горольд Ллойд. Первая эпоха – каменный век, вторая – бронзовый век, и третья – же наша. Ну, и в каждой эпохе своя встреча двух молодых людей, которые, в конце концов, женятся, и у них рождаются дети. Борьба, соперники. В каменный век проходит, там, после свадьбы, у них десяток лет. Кончается эта эпоха, показывает их. Идет он, она, и за ним выводок детей, человек десять. Вторая эпоха – бронзовый век. Идет в конце он, она, и уже человек пять детей. И в настоящее время идет он, она, и на поводке собачка. Горольд Ллойд был исключительно интересный такой комедийный английский актер. Еще запомнился этот фильм «Нибелунги», «Падение трои», «Елена Прекрасная», «Парис», «Гектор» и другие. И шахтеры имели свой гул. Каждый день был новый фильм. Очень много было американских, особенно немецких фильмов. А как наступал май, уже эта самая демонстрация фильма выносили в летний театр. И когда восходила луна, засвечивала экран, ничего не стало видно, не было уже видно. Иван Иоаннович Филипенко был такой заведующий, шел с ведром крана, набирал воды, вносил эту воду и поливал экран, чтобы был лучший. А мы прорезали туда в зал под забором, вырезали на деревья и тогда. Сижу в конце, а залез под низ, а все это потекло в первые ряды. А чтоб попасть в кино, залезали под сцену заранее, за полчаса, за час и сидели там. Как начинается, фиг вылезали. В шахтном клубе, так он был, так назывался клуб, был настоящий клуб с членовскими билетами, с носами. Прекрасный буфет был. С пивом. Пьяных шахтеров не было. Если попадал кто, его срочно уводили. Особенно у нас попадался часто шахтер Фомко Гайдамак. И вот тоже за шкирку и отправляли дома. Ну а при клубе было масса кружков. Не то, что теперь. Физкультурный, доскупевчий, драматический, русский, украинский. Художник ввел кружок для детей, рисовальный. Это было действительно такой культурный центр. Это нам теперь до этого расти, расти, расти. Каждый был сезон. Ну и, конечно, пионерия очень много давала воспитание детей, занятости детей и прочее. Жить селедку оседлал жареные дрожки и по улице скатал вроде папироски. Соловей, соловей, пташечка, канареюшка голодно поет. Вперед в заре навстречу товарищи в борьбе. Штыками и картечью проложим путь себе. Смелее вперед и тверже шаг, и выше юноши с кистяк. Мы молодая гвардия, рабочих и крестьян. ПЕСНЯ 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 Мама, что тебе не скинула, да? Цветут. Артист был. Никто ничего. Это институтские. Бабушка моя. Тетя Валя. Тетя Ульяна. Иван Павлович Едежня. Цветут. Цвет. По Гоголю. А цвета есть хлопец безбородый. Тетя Валя. Тетя Валя. Что это такое? А как шутки? Ничего данного. Так, это перед отправкой на фронт. Тетя Валя. И Миша. Брат мой. Вот она же в себе какая. Вот это наш дом Голодя Чистякова. Отрез Кулина. Вот тетя Кулина целая. Там собратость стреляет, есть надпись, что это пришла. Тетя Кулина до прокурора, значит, до бабушки. Рассказываешь о куды. А кто она была, тетя Кулина? Жена дядька Сашка. Горячая. Горячая. 102 года прожила. Вот это вот сын ее, Захара Александровича, его жена. Вот сама тетя, день столетия. Тетя Кулина. Муж вот этой тети Уляны. Коновалов фамилия. Дедушка Валин. Прекрасный человек. Левой руки у него не было на фронте. А как его звали? Ты директор школы, да? У меня сейчас не было. Память ее отшибает. У нашего города Чистякова, или Слободы Чистякова. Вот это сестра двоюродная, Саша. Это руководитель. Это его дочь одета была там. А вон она. Красивенькая такая. Ну вот собственно. Вот брат Николай. Это его жена. Зина. Это Петя Грунь. Миша Коновалов. Вот где-то Ступаков. Вот и Косенко. Это сестра двоюродная. Ваня Дашевский, потом профессор. Вот они. Цвет или элита была. Но столько было. Кирпичный завод. И этот кирпич возили за 5-7 километров на станцию. Ни на чем возили. По железной, лошкоколейной, железной травы. Маленький паровозик детский. Назывался Кукушка. Вот так. Как это поется. На окраине шумного города. Где-то в городе. Я в рабочей семье родилась. Горемыка я лет 16. На кирпичный завод нанялась. Было трудно мне время первое. Но потом, проработавший год, В завещелый гул за кирпичики, Полюбила я этот завод. На заводе то Сенька встретила. Как бы вам слышу гудок. Руки вымою и бегу к нему. В мастерскую накину платок. Часто с Сенькою мы встречались, Где кирпич образует проход. Вот за Сеньку-то, за кирпичики, Полюбила я этот завод. Но пошла война буржуазная. Озверел, обозлился народ. И по винтику, по кирпичику Растащили любимый завод. И по винтику, по кирпичику Растащили любимый завод. Электрик, энергетик. Строил электростанцию под Харьковом. Город Пасхар теперь. Еще множество электростанций Было репрессировано. Это дядька Сашко Александр Кантелеич. Вспыльчивый. А стихи такие. Шумел горел Сашко горячий. Возле Яшки на мосту. Жена его кулина услыхала. На шум с детьями прибежала. Бежите, Дашка и Харитина. Бежите, Ваша и их сынок. Дарья, Дарья, ты сестись. Возьми меня малютку. Кричите, сдали Куасьок. А сын Захарь его могучий. Сидел за тином с кирпичом. Яшка Савченко. Он жил около моста. И нужно было по дороге пройти. Можно было пройти через огороды через его. И люди часто ходили. Дядька Сашко пишел. И цей, значит, Сашко горел. Яшка горло. У него был такой голос, что на пять километров было слышно. И он, значит, претензии был. Начал ругаться с дядьком. Он, значит, шумел, горел. Это поется на мотив. Пожар московский. Шумел, горел. Сашко горячий возле Яшки на мосту. Я истазь. Это как дождь. Потому что не прикрывал ее Николай, да? Да, дядя. 45 было дядя Захар? Дядя Афанасия. А, дядя Афанасия, да. 45 было папе. Папе было 49. А Сашко, он лет на 10 старше. А вот это дорожный, Георгий Александрович. Организатор всего этого. Представляешь сколько? С 31-го года уже 71 год. Это центр Чистякова. Это здание горсовета. Это родской парк. Тут было старое кладбище родское. Тут ухоронено дедушка и бабушка. Да, дедушка и бабушка, да и все остальные. А крючок на сне никак не застегнул. Так летчику и летчику наблюдателей в Буденовке. Ну, это на сборах. Был на сборах в танковом училище. Институт был. Наш факультет был военный. Вроде как завкафедры наши. Автомобильная, да. Махин, да? Махин, да? Ему тогда было 60 лет или 61. А он? В Первую мировую войну командовал каким-то автомобильным. Это тетя Кулырина. Это и сто руки. Это и дочка Фрося. Это Захар Александрович. Дед моего товарища. Гриша Синицкого. А, тоже я тебя расспрашиваю. Потому что вроде лицо похоже. Гришу то я помню. Это его жена. Это... Леня Люсенька хочет украсить. Это младшая сестра Гришу Синицкого. Это их дом. Дедушка... О, тут что с бородой? Ага. Ага, то это его был. Савка, это был его батько. Савка. Савка и Ростын Гаука. Этот мост открывали после ремонта в день смерти или похорон дедушки. Никиша Пантелеевич. Так. Чтобы его по этой улице через мост везли вот туда. А если идти обратно... А ты идёшь, 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 идёшь... Вот. Вот тут... Повернули. Это улица... Советская. 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 Поднимаем, соединяем... Вот угол. Смотри, Сева. Угу. Вот это дедушкино. Это мой дом, где я родился. Это улица Цыганская. Она по-другому сейчас называется. А мы пошли дальше по Советской. Видишь, тут вот подъём, 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 подъём. На вере. Вышли. Теперь... Вот это посёлок Кишмешовка. Вот... 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 Ну, тут... Ещё тот же... Та же улица... Ну, тут живёт мой брат двоюродный, и лежал. Захар Александрович. Вот это... Речка. Речка. Тут написано Орлова. Это неправильно. Это речка Заповедь. А Орловка, дальше река Орловка, она впадает. Ну, они... Топографы неправильно написать. Нужно написать, а не Орлова, а Орлова, балка и река Орловка. Вот это река... Глубокая. Балка глубокая. А тут у нас был... Бадлакое озеро, где мы... Ставочи, где мы купались. Угу, понятно. Вот я на одну девочку брызгал водой. А она взяла камень, как... Бросит. А я... Давай обмануть. Я нырь! Нырнул. Вынырнул, а вода красная. Она мне голову пробила. Эх, мы за ней туда пустились. На меня Маринка. Вот, она сюда вот побежала, и дальше мы её... Догнали Марусь. Вот это интересное место. Значит, балка глубокая, река глубокая. Это заповедь. Вот тут вот где-то утонула в двадцатых годах наша корова. А вот это шахта, на которой я начал работать в тридцатом году. Вот. Шахта номер двадцать один. Коноваловка. Вот. Здесь тоже одна балка, там ещё вторая балка. Ника. Ну ясно. Бук. Ну ясно. Это балка Каленникова. Матвеева гора. Матвеева гора. Это я передаю привет. От сюда выйдешь, тут на четыреста метров над городом. Весь город внизу. И на церковь было, и всё было видно. Вот. Вот. Вот это панский бугор. Пан тут жил. Панский бугор. Видишь, какой склон тут? Угу. Крутой. Чтобы никто не залазил. Да. Вот тут в конце двадцатых годов мы увидели после дождя сидит скелет. Земля зашла и открылась могила. Но сидя хоронили не православных. Видно, он татарин был или монгол. Ещё с давних-давних времён. Тут был кирпичный завод. И вот в этом месте два кирпичных завода было. И с этого места уже в начале двадцатого века ходил паровозик. И возил кирпич отсюда и на железную дорогу. Так что вот это вот место было спланировано. В любой момент можно было там пускать трамвай. Потом эту железную дорогу разобрали. Разбирали. Мы помогали с братом дядей Володей. Вот это поле называется Дураково поле. Здесь у нас были с всего города, с всего селения. У нас здесь были арбузные поля. Ковуны, тут дыни. Вот это всё поле называлось Дураково. Тут был динамитный склад в заверчатке. Теперь вот тут находится шахта имени Лутугина. Моя Коноваловка, она теперь закрыта. Тут был копёр, такой железный верх. Вышка такая, она метров на двадцать, на тридцать. Нет, больше. Я работала с ножичком. И вот зима, холод, ветер, мороз. А я так вот, как ты, одет, маслёнка у меня в руках смазала. Что, в рубашке и в светле? Да, и вот я туда по лестнице холодной лезу наверх и смазываю, заливаю подшипники маслом, чтобы колёса эти называли шкивы, чтобы они крутились. Чтобы можно было качать, говорят, выдавать угли из-под земли. Вот это мне прислала моя внучка. Одна из моих внучек. Слышишь, Сева? Да. В шахте я на лошадях ездил, как канагоны. А что, в шахте можно на лошадях ездить? Было такое. Не было электровозов. Опускали туда лошадей. У них там была конюшня. Сено опускали, кормили их там. И там они кончали свою жизнь. Слепые были, бегали. А если их вынесли на поверхность? Они ничего не видели уже. Привыкали? Нет, они же привыкали к темноте. Сплошная темнота. Так они же по несколько лет работали там. А если электричество есть? И дорожку. И дорожку. Какое там электричество не было. И дорожку знали только по шпалам. Ну там же были провалы, кстати, не было. Нет, и дорожка, и эта самая линия, там провалов не было. Повороты были. Уклоны, вот такой наклон. Были подъемы были. А так не было. Такой коридор. А в этот штрек, на высоте вот, примерно такого, выходили, сюда выходили норы такие. Вот. Залезешь, разъедешь, и там добывают уголь. Оттуда уголь сыпется по таким лентам. Металлическим. Подъезжает ванчик, и туда, говорит, осыпается. Понятно. А чем добывали? Кирками вот такими вот? Начали кирками. Ну, как оно выглядит. Вот. Потом отбойные молотки были такие. Тут, 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 тут. Надо держать кнопку, да? Или просто нажимаешь? Ну, вот. Ну, вот. Если надо нажимаешь и держишь, то вот, наверное, кнопочка была. Нет. Всегда держать не надо, но сама держится. Вот рублая машина. С нее выходит такая цепочка. Пила? Да. Вроде пилы. Там зубы такие специальные. И включается, а оно по кругу идет и рулит. И угрызается туда, а потом нажимает, дает ход сюда. И подрезает этот уголь. Понятно. Вот. А потом, после, закладывает туда... Динамит? Динамит. А это не рискованно. Может же обвалится вся шахта. Нет. Мой племянник сорок лет работал взрывателем. Вот он вообще уходит, остается он один. Тут Бигфордов шнур. Знаешь что? Да. Запалит, зажигает Бигфордов шнур. И пошел. И убегает. Пошел из лавы. Кричит. Запалил. И все взрывается. И садит. Там уже подрезано. И уголь садится. И ссыпается. Да. Нет, не весят. Потом его нужно. Застроилось. Одноэтажное здание. Застроили шахта. Жили и поживали там два десятка, два десятка лет. И теперь все все бросают и езжают. И вместо города Тереза становится поселок городского типа Алексеевка. Ефеева Леонова. Слобода Чистякова. Замуж за. Гаврилиста. Чтал? Угу. Вот он вез ее. Отец ей давал согласие. Прозвищ так был в них. Двое детей. Уставшего сына уже был. Это самое. Закончен юридический университет вашего. Утопили в Непре. Кого-то он не так защищал. Вот она осталась одна. Около нее еще. Внук. 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 Привет, Джоя Порфирьевна. Как был я в батька маленький, а в матері подлеж, так поехал за дровами в лесу. Внук. 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 Суруну, глядите, это вдохло. Я тогда сбегал вдоху, взял сокиру, разрубал вдохло и вылез. А цей кашки, я лезь, я лезь, а слуха той молодець. Выключайте камеру. Начинается еще разговор с местной кассеты. Светописца. Ну да. У него помощника был у нас. Самый удовольный. Спрашивай, каких был дед царей Чудьены? Рецени. Это не пошло бы десять лет. Двенадцать лет. Он был бы от твоего мужа и царства. Но Бог судил ему. Другой эпизод. Мне снилось, что весится круто. Он был бы на башне. С высоты мне виделась воска. Что муравейник. Безонарод на площади кипел. И на меня указывался смехом. Стыдным и страшным. Упадая я пробуждался. И три раза ничего не пояснился в том числе. Ничего не было. Безонарод. Безонарод. Участие не было. Сцена была на границу. Гришка сидит на нахуй. Закусывает. Является нарядом. Слухайте, что убежал такой Гришка от Лепья, прочесть надо, мы не грамотно. И Гришка ведет не для почты. А волосы еще видел, не видевшую о нем, а тут же сидит он. А волосы, если так сказать, рыжие, черные, нос, картошка, и борода седая и так далее. Хватает монаха. Нет, конечно, знал, забыл, но если речь идет о жизни, я прочту. Давай, Лиры сочетаем. На волосы едет рыжая, на лбу-бородалка, на щеке другая. Да это не ты, Лиры. Гришка раз, ты его закладываешь. Мы играли эту сцену в саду, когда смотрины в нишеку встречаются. Вот. Она и его не ходит. Тыль, наконец, тебя любишь, и я под сенеки приносит. Как медленно катился скучным днем, как медленно в заря вечерний гасло, как долго в утра ждал во мрак я ночью. Ну и так. Пока тобой не следует гадунов, любви речей не буду слушать меня. Ты думай, Гриша, я буду такая же, наложница безмолвная твоя. Мне отдаю божественную руку наследнику московского престола, царевичу спасенную Богу. Я на трус один отклеился. Снимает, отдает за курицу. На-ка же! Я и возмущился, говорю. В 12-м году в Старине какой-то заположен за Дуна или что-то такое. Так это мама навязала. Батька... А батька играл? Ну, батька играл на бурошке. Карася? Карася играл. А батька приехал артист. Стал режиссером театром. По имени Тялов. Или, пожалуй, тоже с женой или там с театром. Прибыл и привез целый вагон. А? Украинская одежда. В том числе запорожская герда. Казаков. И сабли, и полоса, и штаны. И все, все, все. Полный конфет. Каши молодые. Пожалуйста, не тревай. Ну, вот одни среди других поставили пьесу «Во що тирса шелестила» запомнили. Вот че тирса шелестила. И там, в конце, эти запорожцы пишут письмо там. Этим кончаются. Я так не сам. Актеры, артисты, что поясы голые, сидят в Поряпинской картине. И никто из дня не знают, но календаря не мая. День, аки у вас, а другие, такие у нас, ребят. Поцелуйтесь к нас. И так, да. Так, поехали. А это же не знаю. Да, вот не знаю, что тут такое. Договорились, хлопцы. Как это будут говорить — все будут говорить. «Га-га-га-га-га-га-га-га-га-га». Махли, шриго. А дитя, мать твою. А все в ручках, один день дзековы, что-то погнали, что-то в хирургах было, какие слова были, одесситы писали, было такое письмо, так что если где-то будет возможность здесь. Узнай, дай прочитать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Там такое место, такая лавочка. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Один guessing Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Здравия Субтитры создавал DimaTorzok Медицинская форма Субтитры создавал DimaTorzok Просим Вас уйти в такой-такой корпус 5-й, комната 234, чтобы по удовлечению делали сердечно. Не догадалась, трошки не помню. А так Шурочка нас настроила. Привезли в килограмм чи два ослиців маринованого насиня, як не? Копчених. Пчених. Мами не було, девчата поднялися, дима? Нече до сказати. Всіли їсти в челючі ж. Маю понравилась ваша. А потім к ней сказали, це ж Олег Сергій. Мммм. Нек-фы, а вже. А пока не внял, не викинеш? Да, не викинеш. Принять какой-то подарок. Я в Рафаке вчера... Не одевать этот. Ммм. 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 Тоже ж молчали. Вот то, що в 37-38 годі все вот эти вот репрессії собирали. В том, що це пряталось в такій глубині пам'яті, що ніхто нічого не доставав. Боялась сказати, чього роду племінь, що таке було. Вспомінаю, як бабушка тогда рассказывала, как... Ана ж не рассказывала, а эта же мама. В последние свої дні не рассказала, как... У них була пара лошадей. У них бала коллективизация, как эти лошади. Лошадей этих забрали туди в Суслу. Это у вдовы с тремя детьми. Забрали лошадей в Суслу, а воно бідно місяць ходила, і студе вудував. А тогда что-то случилось уже, видно, с этими лошадями, она приходит вечером, а мама туда, а бабушка не идет туда, ее дети спрашивают, маму, а чего вы не дете коней гадула? Это уже не треба, доня. Душа не болела змеять коней за месяц. У вдовыстрема детьми забрать коней. Душа не болела змеять коней. Душа не болела змеять коней. на другую вечную... А когда в уходном положении подвешиваются... Есть фотография, я с папой... В батальоне выходящих на войну споется по мотив стенки разин Синус, Костинус и Дамбенс Их привычные вожди На разведку грифмы Смело мчаться впереди А она говорит, что б ты полюбил И корень из меня соединится обязательно А над ними, размышаясь, как суровый генерал Заправляет и борьбой, и мунищий тиграл Долго-долго идутся числа За много-много лет За сознание человека И за сады есть Хорошо Да? Вам все документы? Спасибо Все руки похожи Красивый юбилей Дай Бог тебе здоровья Спасибо Спасибо Я считаю, что мы счастливые люди С Валиком, что мы у вас с мамочкой народились И ты, очень счастливая людина Народился 17-го року В революцию И пережил и все войны И все Чорнобили И сегодняшнее благолепие Переживаешь Так что все добре И мы тебе желаем Все было тебе добро Чтобы мы тебя понимали С вами вместе Дай Бог Попрягайте Хлопці Шагати Коньи Вороні Тай поїдем ГОНАЛИ ГОНАЛИ Шагати Літа Молоді Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Пощады никто не желает Врагу не сдается наш гордый моряк Пощады никто не желает Сибирь дикая Солнышко теплое, светлое Где-то после восьми утра Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok ДИНАМИТО 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 Это уже не печатное. Я ничего не сказал. Хотел вспомнить одно высказывание. Как жить? Чем жить? Это такие слова. Совет да любовь. Там, где есть люди, которые умеют говорить, должны понимать друг друга. Должны советоваться друг с другом. И стар, и млад, никого не забывать. Что нужно делать? Посоветоваться, с кем надо. Или с самим собой, или со старшими. И общими усилиями делать. И каждый делает свое дело. Тогда получается все успешно. И ничего переделывать не нужно. Ну, а дальше должна быть любовь. Любовь, уважение. Если такое есть, от мала до велика, то же самое получается. Крепкая семья. Как у Льва Толстого в сказке. Говорит, вот попробуй пруть их сломать. Сразу сломаешь. А если в венике, в обметлах, ничего не поделаешь. Так что дружба, любовь, взаимовважение, она очень важная. Живя последние годы в Рогозове, В сельской хате, Отец вменил себе в обязанность стопить печь. Каждый раз в послеобеденную пору Он разводил огонь, Чтобы к вечеру, когда вернется домой Люда, В доме было тепло. Отец родился в марте. На Алексея Теплого. Собственно, он и был Алексей Теплый. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова